Всем привет! Привет, кто присоединяется. Здрасьте, добрый вечер. Всем привет. Она у меня не полностью растворилась. Здравствуйте. Я еще два дня назад начала снимать запасы южного берега. Потом затянулось, у меня не получилось. Хотела еще раз обзор рассказать полностью про южный берег. Все, пожалуй, начнем. Кто пришел, тот пришел. Всем привет. С вами Аня. Вещает Аня сегодня вам. Счастливая, радостная. Не портите, пожалуйста, настроение мне. Глупыми вопросами. Вот. Что у нас сегодня? У нас сегодня обзор на южный берег. Почему? Потому что я сегодня снимала, как длина превращается в пасту, как я ее подготавливаю к пасте. Но, естественно, пасту долго хранить нельзя. Поэтому мое решение было выйти в эфир. Растворяется в пасту. Она довольно необычно. То есть глина начинает растворяться и приобретать вот такие пупырчики. Я в столе скидывала. Вот она. То есть это наслоение. Наслоение, как вулканическое еще мне кто-то сказал. Раньше эту глину назвали драконий камень. Это я вычитала по местности. И также его называли мыльный камень. Да, еще килл глина. Но, опять же, в Крыму тоже она есть. Но она немножечко другая. Вот. Мыльный камень, потому что она мылится, когда растворяется. Приобретает такую консистенцию. Ей умывались. Из нее делали дубной порошок и еще стирали. Ну, это вы все можете прочитать в интернете про любую глину, если захотите. Это очень интересно. Я вам расскажу про Южный берег. Южный берег я добываю уже пять лет. Без фанатизма, для себя, для тех, кто полюбил ее. Южный берег не простая глина. Она очень твердая. Чтобы попробовать ее, ее надо или растворить, или расколоть. Но вот она в воде или растворяется, или раскалывается. Именно Южный берег один. Сейчас у нее говорим. Почему? Потому что я, по своим наблюдениям, я так думаю, что когда глина имеет влажность, даже вот вы ее трогаете, она сухая, сухая. Но если она имеет влажность, то она не будет растворяться, она будет раскалываться. На вкус у нее будет такой же, как у пасты. А еще вопрос, не вопрос, еще момент такой. Когда я сегодня глину мыла под водой и также положила ее растворяться, она тоже полностью не растворилась или очень-очень долго растворяется. Потому что она уже впитала свою влажность. Ну, то есть под строю воды, она впитала влажность, она уже так быстро не растворяется, нежели если высушить кусочек, вот такой небольшой, и положить в воду, она будет впитывать и растворяется. Ну, короче, это такой процесс. Я говорю, столько раз пробовала и всегда по-разному. Но именно на этот момент, когда она вот так раскалывается, я думаю, почему она так делает, почему она так делает. Потом пару экспериментов, если ты понимал, что если глина идет влажная, немножко даже на ощупь вы не почувствуете эту влажность. Если она имеет влажность, то она не растворится, распитает тебя как бы в воду. Еще раз кусочек. Ну, вообще, это вот она в воде. Она не такая, естественно, это она в воде. Вот когда начинает растворяться, у нее появляются вот слои. Видите, она как черепашка. Ну, вообще, как драконий, да, это чешуя, или как змеиная, крокодиловая. То есть это слои, обычные слои. Вот. Начнем мы, пожалуй, пасту обязательно, да. Начнем мы, пожалуй, с кусочков, которые не до растворялись. Не до растворялись, вот она такая красивенькая. С них и начнем. Поехали. У нее вкус минеральной воды. Сдевочная, жирненькая, не скрипит. Не слипает. Не похоже на голубую спичку. Кто пробовал Южный берег, я не знаю, вот многие говорят, что они с какой длиной не схожи. И по вкусу длина минеральная вода. С Новым Годом! Мам, спасибо за перемешки. Пожалуйста. С Новым Годом девочек позвать пришел. Ну, желаем что-нибудь. Желаю вам счастья, здоровья и много-много маме подпишек. Что, беги. Я надо подпишу. Немного залипать, залипает зуба. Ну, твердовато она. Ну, вот видите, серединка не до... не дошла водичка. Твердовато все равно. Как бы, будьте аккуратны. Твердовато всё, что-то все равно. Ну, если вам понравилось, помните. Выходите на пути на огурец и вкусно-самбудрость. Я удивлюсь. извините глазу чесался сильно прям кайка и стиль на пульсос класс все кусочки они лежали подольше воде это самые толстые кусочки которые не раскрылись раскололись такой же куда это южный берег . все-таки я думаю что влажность она присутствует чтобы полностью рассолить южный берег а не нужно полностью просушить вот блин она так тоже вкусно по мне эти учили находятся от моря буквально в трех метрах если находится на побережье черного моря и на самой скале где находится южный берег очень много солевых отложений я если честно думала будет соленая но нет она не соленая юля тебе положу кусочек растворишь чтобы рельефная была и высушишь нет они похожи на атомане не похожи ни на какую другую глину да если ее намочить как я сделала то она вкус не теряет можно поблизить но от сухого куста не рекомендую вообще откусывать нет она крымский нету она крымский а тоже не похожим в крыму вот вроде как бы недалеко но там совсем другой берег другой климат немного и там все глины они другие не захват там структура у них более песочно еще раз вкус минеральной воды сливочная жирника но пусть вкусе я не знаю куда у нее есть свои не могу сказать что это но это мы убираем стороночку и приступим к пасте тут тоже садились кусочек которые не растворились не знаю и ну вкус одинаково что полу растворенном состоянии что в пасте этот вкус наверно глиняный наверно какой-то не знаю пусть как-то объяснить короче нужно пробовать так поехали дальше давайте еще один кусочек есть не растворился который за раз кушу нет пасть а вот Значит, моя догадка верна. Вот девушка пишет, что уральская не раскололась, потому что она была влажная. Вот поэтому она не раскололась. Нужно было ее хорошонечко просушить, а потом раскалывать. Я глину кипятком заливаю. Мелкие куртки остались. Синенат генерал Ватутин. Синенат генерал Ватутин. Синенат генерал Ватутин. Синенат генерал Ватутин. Мама, хочешь попить водички? А у тебя есть? Спасибо, сынок. Кто-то встал в стакан воды. Поехали. 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 мне на ю тубе нравится как хрустит мая в мая блок моя октал мая в мая Как мне новенькие милые ежки, но я только двух увидела, и то, когда подписалась на мальчика, который делает индит, который мне зашел. Ну, ничего, девчонки прикольные, молодые. Да нет, у меня топание уже никаких, мне все нравится. Девочки, я вот правда не выделалась ни в коем. В таком случае цену себе не набивая, но вот не надо вот тот, когда пишут богиня, королева Хруста, богиня Хруста. И как вы пишите, наблюдайте изверху. Ни за кем мы не наблюдаем изверху. Я сегодня говорила про фанатизм, не люблю фанатиков. Люблю людей, которые находятся на одной волне со мной. Давайте без фанатизма. Пожалуйста, аня, все куми, пожалуйста. Сейчас буду. Спасибо за просмотр! Смотрите продолжение в 3 части. Внимание, отвечаю на вопрос. Это был генерал Ватутин. И на главный вопрос. Можно ли делать маску из глин? Можно, но не из всех. В косметологии, также в аптеке. Вы заходите там и си желтой, белой, голубой, зеленой. Какая-то там только глина не бывает. Но какая глина-то в ходе? Естественно, никто ничего не знает. Ну, кроме кембрийского, когда там прописываются еще какие-то глины. Ну, например, я бы не делала глину из Юпитера. Почему? Маску. Из глины Юпитер не делал бы маску. Почему? Потому что в маске будет снижаться песок. Он будет только раздражать вашу кожу. То есть не все глины подходят под маски. Подождите, не пишите это быстро. Белые и голубые глины. То есть так, кембрийская, Астана, Каолин и так далее. Не все, опять же, которые не скрипят. Из Южного берега я делала глину. И у меня девочка в Казахстане очень давно заказывала. И говорит, Аня, я делала маску. Ей не понравился вкус. И она говорит, я делала маску. И говорит, вы знаете, на тон осветлила себе кожу. Я тоже делала маску. И рассказываю, как правильно делать именно из природной глины маску. Очень интересно, послушайте внимательно. Разбавили. Нанесли щеткой. Не знаю, есть у меня здесь. У меня ее здесь нет. У меня специально такая лопаточка. Наносите на свое шикарное лицо маску. Ну, 10 минут. 10 минут. Чувствуйте, маска начала подсушиваться. Ну, прям стягивает. Вы ее берете, сбрызгиваете поливизатором, водой. Обычной водичкой. Можете тепленькое делать. Нельзя маске дать высохнуть. Это неправильно. Ну, я не знаю, почему-то некоторые костантологи говорят, что правильно. Но я считаю, что это неправильно. Маску глины нельзя высушивать на коже. Нельзя. Вот. Я тоже раньше там делала. Мне потом один хороший человек сказал врач. Анечка, маску делаешь, на коже ее не суши. Сушить на коже нельзя. То есть, вот эти 10 минут вы сидите себе. Чувствуйте, подсыхает. Попшикали опять. Чувствуйте, пошатапшикали. И так далее. Но есть секрет. Глину надо растворять в комнатной температуре вода, чтобы было. Нельзя в кипятке растворять. Почему? Потому что надо терять все свойства. Ну, уральской ничего там и нету, чтобы делать маску. Ну, уральской глины. Мочу железу. а я и и и и и а и сиризис Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok